всем привет мои дорогие с вами ирина буханова на канале мастер своего дела сейчас я отправляюсь в магазин победа и буду делать закупку продуктов на сумму 500 рублей у меня всего 500 рублей и из того что мы купим мы будем готовить праздничный стол мне кстати возникла такая идея а что если нам делать периодические закупки в различных магазинах пятерочка к примеру магнит на одну и ту же сумму на сумму 500 рублей и из этого готовить уже праздничные стены обязательно напишите в комментариях как вам такая идея стоит ли ее реализовать или нет но мы с вами погнали за закупкой мы приехали в победу и идем за закупкой так сегодня не шукуем сегодня берем сырок вот такой за 690 в прошлый раз кстати мы брали такой сегодня не будем метану нам надо взять такая большая 20 процента ну что праздник был праздником возьмем оливки все-таки стол то праздничать возьмем скумбрию 49 90 50 рублей возьмем кальмара 229 рублей это за килограмм но мы немного возьмем в общем вот что у нас получается тесто слоеное дрожжевое возьмем 39 рублей вот то что надо так это вот это получается она сегодня будет одна луковица такая скромненькая так лук у нас 21 опа на 2 рубля набираем картошечку и картошка на 139 хватит 98 она она 19 рублей что-то я переборщила наверно а возьмем кому голени куриные сейчас мы возьмем где тут у нас поменьше поменьше вот наверное да ну вот чуть меньше килограмма если быть точным девятьсот девяносто четыре грамма как раз они верят на 189 рублей такой запас еще хотелось бы взять и не знаю что вурчик хотя бы хватит на бюджета ну что тут возьмешь ты взять нечего помидора нет огурцы есть какие-то тощие безжизненные возьмем какой-нибудь маленький тощенький хотя они тут все такие 129 рублей за килограмм вообще грабеж грабежом даже клавиша отвалилась пульс трех на 23 рубля я в шоке пакет он вес дает не будет пакет девочки мои дорогие мы сделали закупку человек получился на сумму 477 рублей когда муж взглянул на мой продуктовый запас сказал неужели зато можно что-то приготовить поэтому буду удивлять мужа и вас сейчас покажу вам все подробно как только приедем домой все продукты на столе чек также на столе сумма по чеку составила 477 рублей вот все подробно кстати кальмар у нас вышел на сумму 88 рублей 39 копеек здесь 386 грамм еще конечно нужны бы яйца но яйца там победим большая упаковка стоит в пределах 180 по моему рублей на конечно же не уложились по бюджет поэтому два яйца скорее всего я возьму своим ну как раз таки на недостающую сумму мне же остались еще деньги так здесь у нас получается огурец оливки сметана здесь вот консерва такая скумбрия голени кальмар лук картофель слоеное тесто и наш супер сырок бюджет не просто не придумать вот такой продуктовый набор ну конечно меня тоже смущает немножечко он состав этого набора но из этого всего мы будем готовить праздничный стол буду удивлять вас удивлять мужа удивлять свою семью но в победе особо не разгуляешься там нет как таковых скидок акций ничего такого нет и все-таки там ассортимент не такой большой как более крупных магазинов поэтому сегодня вот такая продуктовая закупка у нас думаю что в последующем других магазинах будет немножечко по объемнее и разнообразнее приступаем к приготовлению блюд так ну что начинаем с картошечки моем вот такая она грязная мелкая но все как обычно так открываю голени нужно их также вымыть тут у меня кальмар размораживается эти голени я буду запекать а вот эти голени отварю беру голени и делаю надрезы кожицу я решила не снимать ну вот такие надрезы с каждой стороны с двух сторон получается готова кстати тут я уже лучок подготовила голени отправляю в пустую чашу и сюда мы добавляем соль немного специи но мало ли мы что у соседей одолжите как я вот например шучу и добавляю сюда ложку сметаны сметанка кстати ничего довольно таки густая вот так ложечку и хватит нам она для другого еще потребуется все и сейчас обтираем голени ничто не должно пропасть беру емкость для запекания промазываем немного маслом и выкладываю сюда голени ну вот все влезли и все отправляем в духовочку ждем когда курочка станет румяной то есть готовим полностью примерно минут 40 при температуре 180 градусов голени готовы такие румяна не получились уже немного остыли кстати далее картофель в общем-то несколько штук нужно отварить эти очистить ну и собственно дальше картошечку нашу мы нарезаем попах как сейчас ее много будет ну все целая чаша картошки праздник считаю дался ну и расправляемся с кормами этот уже практически растаяли кстати один был свернут вот так как то сейчас кто-нибудь скажет что здесь много стало кальмары я почистила внутри также почистила пленочку удалила нарезаю на кусочки наверное вот на такие ну и собственно нам нужно немножечко замариновать кальмары в общем то кусочки готовы сюда немного лука горсточку и хватит ты собственно для маринада нужно и соль ну знаете мне тут завалялся соус терияки от сухариков поэтому я сюда и добавлю если нет можно не добавлять просто посолить лук и достаточно и перемешиваем ну пока минут на 10 оставлю дальше поступаем следующим образом берем палочки но я думаю роллы суши когда-то уже кто-то заказывал и так аккуратненько прокалываем кальмаром потому что у вас шпажки найдутся такой вообще счастливый человек папа ну и гармошку делаем но там как получится в общем вот так у нас получилось и теперь все эту прелесть мы сейчас обжарим на сковороде гриль буквально в течение минуты с обеих сторон то есть очень быстренько но сковороду я прогреваю немного смазал маслом и выкладываю сюда кальмаром и быстренько переворачиваем готова кальмару очень даже вкусно получается в общем то беру одно яйцо из запасов ну сумма позволяет разбиваем и вилочкой мы его взбалтываем тесто открываем и даем немножечко растаять один лист немного раскатываем совсем слегка и нарезаю его на квадраты для начала пополам затем еще пополам пополам и вот так кусочки выкладываю на противень и сверху их аккуратненько яйцом промазываю второй лист тесто беру и раскатываю но тут уже потоньше нарезаем на полоски далее все помнят что однажды мы делали вот такие рожки мне кстати не многоразового использования оказались ничего добро пропадать и вот так вот накручиваем то есть если мы раньше делали рожки то сейчас мы делаем просто отверстие в центре нашей будущей выпечки вот так вообще с двух сторон конечно лучше иметь да вот такие вот косточки чтобы потом когда все это запечется быстренько вытащить и на противень выкладываю ну и вот что мы имеем для наши квадраты здесь вот такие вот косточки из теста промазываем яйцом сверху быстренько все готово еще кстати яйцо осталось мы его не спешим выбрасывать она нам пригодится но все это отправляю в духовку при температуре 180 градусов примерно минут 20-25 ждем когда корочка станет румяной ну а яйцо наше ну вот так блинчиком испечем наш яичный блинчик мы сейчас нарезаем чистим картошечку и мясо нужно очистить от шкуры и разделить на кусочки а затем кусочки порезать беру немного сметаны как немного смотрите 3 ложки столовые взяла ну по сусекам тут поскребла и в общем-то две чайные ложки сахара на скребла и сейчас это все взбиваю картофель нарезаю мелко курицу также нарезаю на небольшие кусочки натираю наш сырок конечно не вау ну какой есть берем огурец и нарезаем вот и праздником запахло то есть огурцом а здесь уже все готово вот такие румяные угощения здесь получаются немножечко сейчас остынет и продолжим ну и собственно стало время скумбрии открываем баночку и кусочки ничего так кстати беру чашу и сюда все это отправляю рыбка то оказалось неплохой но мне все это нужно размять если косточки какие-то крупные то лучше конечно убрать и готовим салатик первым слоем выкладываем картофель немного соли так как сегодня у нас майная занята будет сметана соль нужно добавить дальше сметану и вилочкой разровняем дальше рыба лук здесь также немного соли и сметана дальше яйцо которое мы обжаривали сметана и сверху огурец и готово вот такой салат у нас получается ну так как стол готовим на двоих то есть салата 2 порционным пустую чашу отправляем сырок сюда же перекладываем курицу сюда же добавила курицу и сметану вот последнюю выскребаю немного соли и перемешаем готова начинка наши квадратики разрезаем пополам и так каждый ну принцип понятен центр начинка курица сыр сметана и закуска готова и так далее для удобства я возьму вилочку закуска готова я вам скажу на очень вкусная я пока делаю немножечко увлеклась и часть начинки подъедала на правда вкусно несмотря на то что сырок у нас такой немножечко необычный настало время наших трубочек вот так легко все унимается вообще конечно в идеале сюда бы хорошая такая плотная начинка сейчас я вам покажу какая у меня получилась потому что сметана все-таки не очень оказалось ну да ладно что есть уже берем нашу такую трубочку не разрезаем пополам примерно ну собственно вот она моя печальная начинка из сметаны она очень жидкая ну что есть поэтому беру трубочку ну и вот так вот давайте сделаем чтобы сладенько было нет но это конечно вкусно но не так аппетитно как я думала будет выглядеть вообще есть и запасы ягод в морозилке есть то можно сюда как раз таки наполнить ягоды трубочки будет очень вкусно ягоды у меня конечно есть но это будет немножечко нецелесообразно так как у нас сегодня стол всего-навсего за 500 рублей ягоды мы точно бы не купили но свои не считаются не у всех же они есть ну вот такой десерт у нас получается от кальмаров у меня остался вот этот соус маринад лук и соус терияки сюда я отправляю картофель добавляю сюда столовую ложку масла обычное масло и соль перемешаем и обжариваем на гриле картошка готова сверху я присыпала и немного с пассированным луком ну что давайте смотреть вот такой праздничный стол на 500 рублей стол из победы из магазина победа у меня получился смотрим все подробненько здесь у нас салат салата получилось 2 как раз на двоих здесь у нас вот такая сладость но это что-то вроде десерта трубочки со сметаной и хотя сметана у нас получилось не как я ожидала думала будет крем ну ничего так тоже вкусно здесь голени запеченные румяные вот такие кальмар я решила сюда добавить еще оливки закуска из слоеного теста с курицей и сыром здесь картофель с луком но здесь у меня осталось половинка огурца я выложила на тарелочку вместе с оливками в общем то вот такое праздничное меню вот такой праздничный стол на 500 рублей это вариант праздника из магазина победа пишите в комментариях стоит ли делать еще эксперименты из других магазинов друзья мои это все на сегодня вот такой праздничный стол на 500 рублей из магазина победа у нас получился пишите в комментариях ваше мнение для меня навсегда очень важно но я же с вами буду прощаться внизу в инфобоксе оставляю вам две ссылки на мои другие каналы это канала жизни ирина буханова где все обо мне все про меня я вас там ждут и канал с простыми вкусными рецептами готовим дома где не менее вкусно и интересно подписывайтесь ну а мы с вами видимся уже совсем скоро всем пока пока приятного аппетита готовьте вкусно готовьте с удовольствием